Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Благодаря агентству Gabetti мы сегодня с вами побываем на острове Лидо де Венеция. Мы посмотрим очень красивую квартиру. Эта квартира, я думаю, вдохновит многих на то, как можно обустроить собственную квартиру примерно подобной площади. И вы увидите очень много решений дизайнерских, характерных именно для итальянской квартиры. Не знаю, как вам, мне сразу бросается в глаза, что итальянцы, в особенности венецианцы, очень любят украшать стены картинами, фотографиями, различными постерами. Посмотрите, иногда картины висят прямо-таки очень близко друг к другу. И между ними нет даже пространства. Еще одна особенность, которая бросается мне в глаза и моим зрителям, я, насколько поняла, очень многие заметили. Итальянцы очень любят ковры. Ковры эти могут быть очень дорогими. Дайте мне знать в комментариях. Я знаю один магазин в Падуе, где подобные ковры продаются стоимостью от 5000 евро. Эти ковры могут имитировать дорогие ковры, но итальянцы ковры любят и стелят их на полы. Я спросила об этой особенности. Мне сказали, что это связано с тем, что, конечно же, полы могут быть очень холодными, в особенности, если дом расположен непосредственно, то есть это отдельно стоящий дом, и на первом этаже действительно может быть холодно. хотя сейчас мы находимся с вами во многоэтажном доме. Это так называемая мансардная квартира. Тем не менее, итальянцы очень любят ковры. И я думаю, у многих возникнет вопрос, разуваются ли они дома. Нет, они дома не разуваются. Гости также не разуваются. Когда я снимаю, я не надеваю ни бахилы, не снимаю обувь, и хожу по коврам. Хотя на самом деле мое сердце хозяйки каждый раз смотрит на эти ковры. Очень красиво, кстати. Посмотрите, какое цветовое пятно получается, когда в доме есть ковры. Вообще, итальянцы очень любят декор. Декора очень много, как правило, в красивых квартирах. Те квартиры, которые действительно приятно снимать и которые получают больше всего просмотров, видео, точнее, из этих квартир получают больше всего просмотров. Это, как правило, квартиры, где очень много декора. Третья особенность, если говорить именно о венецианских квартирах, но также о квартирах региона Венета, потому что все-таки мы достаточно близко находимся к Венеции. Это любовь хозяев тех или иных квартир, домов, жилищ, как я люблю говорить. Любовь именно к венецианскому стеклу. Это могут быть вазы, они создают очень красивый акцент в интерьере. Это могут быть различные статуи, статуэтки большего либо меньшего размера. Посмотрите, в этой квартире особенно видно, что, конечно же, любят читать жители этой квартиры, но особенно видно, насколько они любят ковры. Ковров очень много. Кстати, я очень хочу вам показать квартиру своего соседа. Возможно, он будет столь любезен. На самом деле, он уже разрешил мне съемку, но просто он очень занят, так же, как я. И в его квартире тоже очень много ковров. Это удивительно. Помимо того, что полы могут быть даже деревянные, то есть они не настолько холодные, как, допустим, каменные полы либо любого другого покрытия. Тем не менее, ковры присутствуют. Ковры любимы здесь, в Италии. Итальянцы очень любят детали, если говорить об интерьере. Очень часто их квартиры могут показаться таким людям, как я. Людям, которые стремятся к линеарности, к свободным пространствам. Моя квартира полностью отвечает моим представлениям об эстетике, в которой я хочу жить. Так вот, очень часто может показаться, что деталей лишних слишком много. При этом это, конечно же, создает колорит именно итальянской квартиры. Именно так она получает свой характер и свою узнаваемость. Я, например, попав в итальянскую квартиру, точнее, в квартиру, могу предположить, что это итальянская квартира. Особенностью еще одной, если говорить об особенностях итальянских квартир, является огромное количество фотографий. Фотографии маленьких детей, которые уже выросли, они могут уже иметь своих детей. Но, тем не менее, фотографии маленьких детей присутствуют всегда в итальянских квартирах. И вообще, семейные фотографии, их очень-очень много. Часто для съемки они убираются, что вполне логично и оправдано. Но, тем не менее, могу сказать, что огромное количество фотографий семейных и, прежде всего, детских присутствует в итальянском интерьере, если так можно сказать. Субтитры подогнал «Симон» Я уже говорила, что в итальянских квартирах непривычно маленькие спальные комнаты. И если под гостиную отводится большая часть площади квартиры, очень часто гостиная соединена вместе с кухней, так называемый open space, то итальянские спальни поражают тем, насколько они маленькие, я бы даже сказала, крохотные. В итальянских спальнях, как правило, тоже украшены стены, картинами, различными фотографиями. В этой спальне был очень интересный комод. Я, к сожалению, не смогу вам его показать полностью. Это комод со стеклянными стенками, и видно все, что находится и лежит в комоде. Мне это показалось очень интересной идеей архитектурной. Посмотрите, вот так он выглядит. Я его чуть-чуть вам покажу. Именно потому, что повезло, и отражаются другие объекты в стекло. Очень красивая спальня. Вообще, конечно же, в этой квартире, безусловно, работал дизайнер. Итальянцы любят нанимать дизайнера для оформления квартир, если могут себе позволить. Всегда это сделают. Редко кто делает ремонт самостоятельно. Как правило, все-таки обращаются за услугами к человеку, который занимается этим профессионально. Как правило, человек, который занимается этим профессионально, берет процент от стоимости ремонта. То есть он не работает за гонорар. Он берет процент от стоимости ремонта. Именно поэтому когда-то мне показалось это не совсем оправданным. И я отказалась от услуг архитектора и от услуг дизайнера внутренних помещений в своей квартире. Потому что ремонт у нас был очень дорогостоящий. И мне было обидно платить такие большие деньги за разработку дизайна. И всегда есть вероятность, что то, что получится в итоге, не будет отвечать на сто процентам твоим ожиданиям. Сейчас мы находимся в детской комнате. Тоже картины. Присутствуют на стенах. Хочу обратить ваше внимание на паспарту. А эта деталь, как правило, всегда присутствует при оформлении стен различными фотографиями, различными постерами. Паспарту в цвет того или иного предмета в интерьере это то, что чаще всего можно заметить в итальянских квартирах. Я сама тоже хочу заказать паспарту для наших фотографий. В свое время у меня не было времени. И вот уже прошло почти 8 лет, у меня до сих пор не нашлось времени для того, чтобы для каждой фотографии заказать индивидуальное паспарту. Кстати, изготовление паспарту – это очень распространенная услуга здесь, в Италии. В принципе, везде, в любом городе без труда вы найдете мастера, который вам сделает паспарту. Очень красивая ванная комната. Ванных комнат, конечно же, несколько. Две ванные комнаты в подобных квартирах, в квартирах подобного размера – это норма. Но, скорее всего, будут присутствовать три ванные комнаты. Две достаточно большие и одна маленькая, возможно, даже без окна. Очень часто подобные маленькие ванные комнаты по своему назначению совмещены с постерочной. Там, как правило, стоит сушка, как правило, стоит также стиральная машина, корзины для грязного белья, но при этом присутствует раковина, умывальник, присутствует даже душевая кабина. Кстати, в Италии очень ценится, когда ванные комнаты имеют именно ванную, а не душевую кабину. Это повышает стоимость жилья, это повышает престижность самого жилья. Рабочий кабинет. Опять посмотрите, как много картин. Все очень лаконично и очень красиво. Эта квартира мне очень понравилась. Я, на самом деле, очень рада сотрудничеству с Габетти. Агентством недвижимости Габетти, потому что они показывают мне удивительный мир венецианцев. Когда бы я могла себе представить, что я попаду в их квартиры. Более того, бывая в тех или иных квартирах, так или иначе, ты общаешься с хозяевами. И очень часто это очень интересные люди. И подобное общение, подобный опыт съемок, он выливается потом в дальнейшее знакомство. Как бы мы сказали, здесь в России нужные знакомства. Знакомство, на самом деле, это очень важно в Италии. Важно, когда тебя представят. Я уже об этом рассказывала. Важно, когда ты представлен. Ну что ж, мои прекрасные зрители, мы совершили полный круг по этой квартире. Она имеет так называемую круговую планировку. Когда ты входишь в эту квартиру, ты попадаешь сразу в гостиную, из гостиной на кухню, из кухни в небольшую постирочную. Потом коридор ведет в одну ванную, в две спальные комнаты, в кабинеты, еще одну ванную. Это мансардное жилье. Это так называемый лофт. И в эту квартиру ведет индивидуальный лифт. Это тоже очень распространенная ситуация, когда в мансардное жилье можно подняться на общественном лифте, но только у тебя есть код доступа. Соответственно, только ты можешь сделать так, чтобы попасть на свой этаж, и чтобы двери лифта открылись уже непосредственно в твоей квартире. Вот такая лестница ведет на крышу. Это тоже очень частая ситуация, когда крыша, нельзя сказать, что она тебе принадлежит, потому что стены домов в Италии никому не принадлежат. Они не могут быть в частной собственности. Даже внутренние стены не принадлежат хозяевам жилья, а принадлежат кондоминиуму и находятся в общей собственности. Это значит, что для того, чтобы сделать что-то с этой стеной, ты должен спросить разрешение. И вот также в абсолютное пользование отдана крыша данного дома. отдана собственникам той квартиры, которую я вам показала. Это, возможно, очень странно для многих моих зрителей, но это очень распространенная ситуация здесь в Италии, в особенности в домах, которые находятся рядом с морем. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.